Привет! Я Станислав Чернышов, и вы смотрите и слушаете Русский календарь. 19 ноября, день рождения Михаила Васильевича Ломоносова. В России все знают Ломоносова. Не только все знают, но все любят и уважают. Может быть, он один из самых популярных людей в русской истории, но не очень известный в мире. Он жил в 18 веке и был русским энциклопедистом. В это время в Европе было немало людей, у которых было много талантов. Ломоносов был физиком, химиком, историком, географом, астрономом, геологом, филологом, поэтом и художником. Родился Ломоносов на севере России, на Белом море, в деревне, недалеко от Архангельска. Школы там, конечно, не было, но Ломоносов уже в 14 лет умел хорошо читать и писать, и очень любил книги. Когда ему было 19, родители хотели, чтобы он женился, но он не хотел жениться, он хотел учиться. И он решил уйти из дома в Москву зимой, пешком. Багаж у него был небольшой, две книги, арифметика и грамматика. Ломоносов учился в Москве, в Киеве, в академии в Санкт-Петербурге, а потом, как один из лучших студентов, поехал учиться в Германию, в университет. В Германии он занимался не только физикой, но и лирикой, начал писать стихи и женился. По дороге домой его взяли в прусскую армию, но Ломоносов бежал из армии и вернулся в Петербург, где написал диссертации по физике и по химии и стал профессором и первым русским академиком. Он много сделал для теории термодинамики, физической химии, открыл атмосферу Венеры. Ломоносов автор проекта «Открытие Московского университета», и этот университет сегодня носит его имя. Ломоносов много сделал для русского языка и литературы. Он написал российскую грамматику. Можно сказать, что он отец русской поэзии и стилистики, автор теории трех стилей. Он написал риторику, которую даже сегодня изучают студенты в университете. Как красиво сказал преподаватель нашей школы Владимир Кузнецов, Восемнадцатый век был поздним русским ренессансом, а Ломоносов это наш русский Леонардо. В центре Санкт-Петербурга, рядом с нашей школой, есть мост Ломоносова через Фонтанку, улица Ломоносова и площадь Ломоносова, где стоит его бюст. Приезжайте! Увидите! Спасибо за внимание! Вы смотрели и слушали «Русский календарь». Я Станислав Чернышов. Пока!